4 января на набережной Хабаровска состоится старт первой в истории нашего края линейной гонки на собачьих упряжках Амуре-2022. Сложнейшая дистанция гонки протяженностью 400 километров от Хабаровска до Комсомольска пройдет дорогой тысячелетий по реке Амур через десятки уникальных поселков, расположенных на его берегах. Одновременно состоится этапная гонка по маршруту Хабаровск-село Троицкое протяженностью 167 километров. Это расстояние разбито на четыре этапа, которые предстоит пройти в четыре дня. Медиахолдинг-губерния выступает информационным партнером гонки, поэтому следить за ней можно будет на нашем канале. Гонка Амуре – это повторение пути сильных духом первооткрывателей и путешественников, пути, по которому раньше на собаках доставляли товары и почту. При Амуре – один из древнейших мировых центров нартовой езды на собаках, а местная школа традиционного собаководства долгое время считалась лучшей в мире. Однако мы ее почти утратили. Проведение гонки Амуре позволит сохранить и развить культуру традиционного собаководства края и Дальнего Востока, привлечь внимание к ездовому спорту, который постепенно обретает новую популярность и имеет серьезный туристический потенциал. Подробнее о предстоящей гонке поговорим с ее организатором Константином Еремеевым. Константин, доброе утро. Вот гонка Амуре. То есть получается, что мы уже окрепли до какой-то собственной такой крупной гонки. Как вообще у нас дела с таким профессиональным собаководством края обстоят? Да, действительно, я считаю, что мы окрепли, я даже сказал бы больше, мы окрепли для этого сто лет назад. В 1939 году хабаровский кинолог Константин Абрамов описал породу Амурской лайки. И еще тогда он предложил проведение подобных гонок для сохранения этой породы. На данный момент порода Амурской лайки практически утеряна. И, скажем так, одной из основной целей тоже продвижения, создания вот этой гонки, мы ставим воскрешение вот этой породы, которая тоже может стать брендом. Что касаемо, созрели ли мы, я считаю, да. То есть есть очень много ездовых клубов в Хабаровском крае, есть много ездовых клубов в соседних регионах. Рядом с нами Камчатка, где практически есть такая мощная школа гонщиков-линейщиков на линейной дистанции. Соответственно, мировой спрос на такие гонки, он тоже есть. Много гонщиков в Европе, на Западе России, но мало гонок. И поэтому создание такой гонки будет интересное. А вот какие породы будут принимать участие, да? Потому что вы сказали, если Амурская лайка уже утратила, да, наверное, мы почти потеряли, то сейчас кто принимает участие? Я в Нижнеиспаниеле побегу. Ну, соответственно, да. У нас два гонщика с Амурской области, Владимир Шаронов, у него в основном лайки инданы, это как раз вот Амурские лайки. То есть человек пытается воссоздать породу и, скажем так, ну, я надеюсь, что что-то из этого выйдет. Второй участник это Владимир Бараненос, он президент Федерации издового спорта города Благовещенска. Он любитель аляскинских маломутов. Аляскинские маломуты, знаете, терминаторы севера, мощные, сильные собаки, и они тоже подходят для этих дистанций. Ну, я насколько понимаю, это не только два участника, и тем более, что еще и с Амурской области. Кстати, вот, во-первых, какая география участников, и можно ли, ну, пусть даже не 400 километров, да, но со своими собаками попробовать принять тоже участие вот в этой гонке? Да, ну, здесь надо сказать, что в чем отличие линейной гонки от этапной. Линейная гонка, она для таких, знаете, для асов, для профессионалов, которые ходят на большие дистанции каюры. Этапная все-таки для таких менее подготовленных, поэтому мы и создаем вместе и линейную, и этапную гонку для профессионалов и для любителей. Гонщиков у нас на линейную заявилось два, как раз вот в Амурской области. На этап мы тоже несколько человек, именно с Хабаровского края, то есть мы будем их проводить именно вот по этапу, вот это села Троицкого. Но все-таки гонка, вот, судя по описанию, 400 километров, ну, там, ладно, есть еще 167, но представляется невероятно сложной. Если сравнивать с Беренгией, если сравнивать вот с другими гонками, насколько тяжелая вот эта дистанция представляется? Ну, на самом деле, это очень маленькая дистанция и даже... 400 километров? Да, на самом деле, очень маленькая дистанция. Допустим, та же самая Айдит Айрод, аляскинская, самая знаменитая гонка в мире на Аляске, там 1800 километров. То есть 400 километров для профессионалов, линейщиков, это очень маленькая дистанция. И она ничем, на самом деле, не отличается, она не более чем сложна, чем другие. Там, допустим, гонка «Надежда» на Чукотке, там гораздо большая протяженность трассы дистанции, гораздо больше холоднее, больше снега, то есть там даже, можно сказать, более сложно. Но мы можем всегда эту гонку немножко расширить, сделать ее до Николаевской, да, тем самым там тоже занести ее в книгу рекордов Гиннеса. То есть потенциал для развития есть. Ну, все-таки, 400 километров по льду, на морозе, с ветрами нашими легендарными дальневосточными, а Амур, по сути, такая аэродинамическая труба, да, насколько будет организован обогрев участников и собак, да, в том числе, насколько вот они готовы сами преодолевать такие расстояния? Ну, вы знаете, вот именно каюры, линейщики, да, профессионалы, они только за, только за такие дистанции, они стремятся в мороз, как говорится, это их стезя. А в плане обогрева нам вот Хабаровскому краю колоссально повезло. Допустим, каюру слетать на Берингию, на Камчатку, это полмиллиона рублей. Со всеми собаками? Да, к нам приехать гораздо, практически в десятки раз дешевле. И что нам повезло, у нас география, у нас очень много поселков, то есть контрольных пунктов, где гонщик может остановиться, есть инфраструктура, дома культуры, школы, где можно обогреться, да, и оставить собак и так далее. Вот эта дистанция, она действительно у нас прям подходит для этого. Ну, вот вы знаете, вы сказали, что как раз сюда доехать намного проще, это же в плане туристического потенциала, это же конкурентное преимущество, в отличие от той же Камчатки. Вот насколько есть спрос, возможно, со стороны людей, которые хотели бы проехаться на собаках? Я думаю, что такое вот развлечение, оно уникальное, и, ну, даже многие жители Хабаровска не ездили там на собаках в Брест-Брест-Брест-Брест-Брест. Культуру, спорт, туризм, соответственно, если мы создаем такие гонки, это туристический поток, туристический поток в села, это развитие традиционной культуры коренных народов, сохранение. Да, вот, Константин, давайте вернемся к гонке. Вы сказали, что да, вот за эти 400 километров есть там возможность оставлять там и собак где-то в тепле, да, и обогреться. Но кто-то будет, вот меня интересует вопрос безопасности, кто-то будет сопровождать, возможно, тех же каюров, собак, потому что, ну, правда, минус 40, возможно, температура, и, возможно, еще и ниже. Лед, опять же, может быть, не везде окрепший, ну, все может быть. Да, мы безопасности отдаем приоритет, мы, конечно же, будем смотреть, если погодные условия, ледовая обстановка будет, ну, как бы, вызывать какие-то опасения, то мы, конечно, будем спортсменов перевозить из одного пункта в другой и уже оттуда стартовать, соответственно, более гибко подходить к этому. И, конечно, снегоходы сопровождения, то есть они обеспечивают безопасность, спутниковая связь, GPS, радиосвязь и так далее, и так далее. Все это будет. Ну, вот все-таки Амуря, вот такой вот, проект первый, наверное, но планируется его сделать ли традиционным, какую поддержку оказывают власти? Да, мы, ну, скажем так, мы просто вот хорошие ребята, да, которые хотят развития своего края, что-то сделать полезное для развития культуры, спорта, туризма у нас в крае. Мы идем поэтапно, то есть, да, это, конечно, первая гонка, есть сложности, но мы будем и продолжать этапами, этапами. Это такая, знаете, как разведка боя, посмотрим, сходим, покажем себя, расскажем людям, то есть это будет, я думаю, что жителям поселков тоже интересно и города, и Хабаровска, и Комсомольска. Краевые власти, да, они заинтересованы, мы видим, что они заинтересованы в развитии этого направления, у нас уже есть и совместные, скажем так, направления развития этого проекта, есть тоже перспективная трасса именно по земле, скажем так, от Комсомольска до Советской гавани, это прям такая тоже будет очень мощная дистанция. Ну и вообще перспективы есть, есть потенциал, допустим, проведения подобной гонки на Петропавловском озере зимой, то есть инфраструктура есть, Хабаровск рядом, то есть считаю, что... Да, ну и стоит напомнить, что старт 4 числа будет 4 января, непосредственно с набережной Хабаровска можно будет прийти посмотреть, и также я надмечу, что информационный партнер мероприятия «Медиахолдинг Губерния» за подготовкой к гонке вы можете следить на нашем канале. У нас в студии был Константин Еремеев, организатор краевой гонки на собачьих упряжках Амуре.